Добрый день, уважаемые зрители видеоканала Планеты Дзюдо. Я Роман Карасев. И в этом видео я продолжаю обсуждать и показывать такой момент как передвижение, а точнее шаги, то есть перемещение нашего тела в пространстве с помощью шагов. Это единственный возможный способ для человека передвигаться в пространстве, делая шаги. В предыдущем видео мы рассмотрели несколько вариантов перемещения тела с помощью шагов. И в этом видео мы дополним наше передвижение в пространстве, передвижение тела в пространстве, так называемое круговое передвижение. То есть когда мы делаем шаги, а наше тело передвигается по кругу. На самом деле это не совсем естественное такое постоянное движение тела и зачастую не совсем мы понимаем зачем нам так двигаться, но в любом случае мы не сможем понять зачем нам так двигаться, пока мы не начнем практиковать. И чем больше мы будем практиковать эти движения, тем больше мы будем понимать смысл, в чем заключается смысл движения по кругу. Ну если немножечко так уйти в сторону от этой темы, от сегодняшнего видео шаги, а больше подумать о круге, то как я прочитал в одной книге известного мастера Цигуна Дэти Цуань, там он описывал такое понимание, как движение по кругу, давал пример движения по кругу многих животных. Например, животных, или я допустим как бы добавлю движения по кругу, круговые движения планет, нашей планеты, Солнце, Луны и так далее. То есть такие глобальные объекты мы, если не хотим вступать в явную какую-то конфронтацию, то мы будем двигаться круговыми движениями. Во-первых, на мой взгляд, это дает возможность нам обдумать. Ну, возвращаясь к примеру с животными, немножко дальше отойдя в сторону, животное, оно начинает, если, допустим, он увидит какую-то жертву свою, да, и так далее, оно не бежит прямо на него, оно начинает его обходить сторонами. И таким образом выискивая наиболее уязвимые моменты, или там может быть тело у этого животного, или моменты, когда он, в конце концов, предпримет попытку сделать прямолинейное движение, да. Поэтому, так же и в нашем искусстве, да, или в других боевых искусствах, движение по кругу тоже очень важно. Таким образом, мы даем возможность нашему мозгу, сознанию обдумать еще раз наши действия. А может быть, стоит ли нам делать то или иное действие, или же нам стоит просто-напросто, ну, как бы не делать это действие. Это так, можно так, знаете, как бы еще идея, семь раз отмерь, один раз отрежь. То есть, семь раз отмерь, это как бы ты пройди по кругу, с разных сторон посмотри на ситуацию, на предмет или, допустим, на ситуацию, и в конце концов, там, прими одно единственное верное решение. В этой, значит, нашей методике шагов по кругу мы тоже можем, с сознанием нашим, во-первых, понимать, как с точки зрения, ну, формирования тела, да, для здоровья и так далее, мы можем понимать, как наше тело может передвигаться таким образом, при этом не теряя, не теряя равновесие, не падая, оставая все время сконцентрированием в одной точке. То есть, я, допустим, сконцентрировался на каком-то определенном предмете. Или могу поставить этот предмет, или могу визуально представить его. И таким образом, сознание мое все время будет вращаться вокруг этого предмета. Это тоже такая практика есть в цигуне, когда мы, как бы, концентрируем свое внимание на центре, на центре, да, в животе, вот здесь дантянь. И такое, кажется, да, понимание, когда мы концентрируем, да, и начинаем вокруг этого центра перемещаться, внутри, как бы, да, под сознанием. И здесь такой же момент. Ну, допустим, давайте мы посмотрим, да, меньше слов, больше делаем. Но, в любом случае, слова нужны, потому что слова могут объяснить мои действия. Вот я визуально представляю себе здесь некий объект, да, вокруг которого я буду передвигаться. Мне сейчас не надо делать никакую позу там стойки, захвата. А я, моя задача передвигаться, не теряя из вида этот объект визуально. В левую сторону, я сделал в правую сторону, и также делаю в левую сторону. Как вы могли заметить, я старался, конечно, это сложно, но мое сознание, мой взгляд был сконцентрирован на центре, а мое тело начинало перемещаться. Теперь, как мои действия ногами были, шаги. То есть, я сначала начинал делать, видите, движение ногой, да, вперед, они такие крестные шаги, то есть, я крестообразовал. Потом нога вставилась опять у опоры. Вторая нога уходила назад, немножко я вдалялся, и нога уходила в сторону. Это похоже на приставной шаг, но он такой приставной соединен с обычными шагами, линейными. Упражнение достаточно сложное. Но его я рекомендую, конечно, практиковать, практиковать и практиковать в соединении в комплексе с теми первыми упражнениями, шагами, которые мы делали, линейными и плоскостными шагами, и с разворотами. Во время, когда мы движемся по кругу, мы можем также и вращаться. Но это немножко усложняет, усложняет наши действия. Почему? Потому что, если мы все-таки перемещаемся, да, по кругу, то мы перемещаемся вокруг какого-то объекта, да. Поэтому визуально нам надо все время, наш взгляд должен быть сконцентрирован в этом объекте. А если мы будем перемещаться по кругу, ну что же время и разворачиваться, то наш взгляд может потеряться. Но, что может быть плюсом каким? Когда мы будем передвигаться по кругу, но в то же время и разворачиваться, это даст нам возможность развить наш вестибулярный аппарат, развить нашу осанку, да, для здоровья это очень хорошо. И плюс даст возможность делать, точнее, мой центр уже становится не в этом месте, а я начинаю центрировать свой взгляд везде. То есть я, по сути, начинаю контролировать все, что происходит вокруг меня в пространстве. Таким образом я начинаю перемещаться по кругу и плюс еще разворачивать тело. Это сложнее, я тоже не очень много это, на самом деле, практикую, но это имеет место быть и можно попробовать. Ну, давайте мы попробуем это сделать. То есть я начинаю делать движение. Смотрите, если у меня сейчас нога идет, видите, пятка указывает сюда, то я могу развернуться и я ушел в эту сторону. Теперь нога показывает, и я все время вращаюсь, да, я могу вращаться и перемещаться по кругу или наружу или внутрь. То есть мои движения, они должны быть не быстрыми, плавными. Я должен не терять баланс тела, да, мое тело не должно наклоняться так вот, чтобы я, ну, оно должно иметь, как дерево прямое, да. Но в то же время я и укоренен, как бы, устойчиво стоять, в то же время я подвижен. Вообще, на самом деле, упражнения вращения, это даже в рандоре, в спаррингах, такое часто бывает. И я много замечал, а вы можете тоже это увидеть, когда, ну, там, кто смотрит соревновательные поединки, дзюдо, бывает так, что когда нас пытаются взять, нам пытаются взять захват, и мы начинаем движение делать, такое круговое, некое, да, и отрываемся от захвата и уходим в нужную нам позицию или дальше перемещаемся по кругу. То есть мне берут здесь захват, и чтобы мне оторваться, я начинаю вот такие движения делать, разрывая связь. Ну, на некоторых видео в соревнованиях, может кто-то замечал эти движения, кто, как бы, акцентирует внимание на этих моментах, когда два противопорствующих дзюдоиста, да, в рандоре, в соревнованиях, когда мы обращаем внимание не столько на технику проведения приема, там, того или иного, сколько на технику маневрирования, изменения позиции в пространстве относительно партнера, соперника. И это, кто обращает внимание, вы можете посмотреть, как двигается в этом случае дзюдоист, какие у него вращательные, круговые движения, линейные, плоскостные движения, как передвигаются ноги. Но это надо, конечно, практиковать. Это не может получиться сразу, с первого раза, да, это надо практиковать все время, и таким образом мы сможем освоить наиболее совершенные те технические действия, которые мы можем использовать. Ну, еще раз хочу сказать, что все эти передвижения, то есть шаги, это основа человеческого движения, да, без шагов человек не может двигаться, то есть он, самосущность основы человека, это шаги. Поэтому давайте мы попробуем с вами более углубленно и внимательно или осознанно отнестись к этому процессу, к нашим шагам, потому что, как говорится, движение – жизнь, а человека заставляет двигаться, то есть человек двигается с помощью шагов. Значит, чем внимательнее и осознаннее мы будем делать наши шаги, тем лучше будет наше движение, а значит и наше качество жизни улучшится, ну, по крайней мере, может быть, в один раз, в два раз, ну, несколько раз. И таким образом мы станем лучше понимать и себя, и окружающий нас мир. С вами был Роман Карасик. Вы смотрели видеоканал «Планета Дзюдо». До новых встреч! Увидимся!